8 августа, период 19.00, 18.15, неустановлено лицо, путем трепута тросика, проспект Шеремейский, дом 82, с подъезда, покидели велосипед марки «Корбок», зеленого цвета. 9 скоростей, запишите номер рамы. Вечерний развод ивановских полицейских начинается с зачитывания ориентировок. Оказывается, преступлений в городе совершается много, всех степеней тяжести, кражи, разбойные нападения, драки. И службе ППС, заступающей в наряд, предстоит поймать преступников. Вечерние экипажи работают с пяти вечера до часа, затем ночная смена. Чуткий сон горожан охраняют примерно 80 человек. После команды руководителя полицейские рассаживаются по машинам. Служба начинается. Маршруты патрулирования формируются согласно складываемой оперативной обстановке в городе Иваново. Соответственно, производится передислокация с одного маршрута на другой. Ну а так по районам. Четыре района в городе, четыре роты батальона, которые обслуживают свои районы. Ленинский, Крымский, Советский, Октябрьский. Старший лейтенант Дмитрий Курицын служит уже восемь лет. Должностные обязанности знает на зубок. Вместе с напарником они объезжают вверенную территорию, внимательно всматриваются в происходящее на улице. Зачастую во время таких рейдов пресекают преступления. Буквально четыре дня назад с моим напарником задержали гражданина, схожего по приметам, на Богданово-Хмельницкого 40К, это торговый центр «Карамель», который впоследствии оказался серийным преступником, срывал золотые цепочки с гражданами. У нас, конечно, не бандитский Петербург, и до сюжетов убойной силы тоже далеко. Но преступники не дремлют. Лето, например, сезон краш велосипедов и обильных алковозлияний. Ну, в основном, пешим, когда порядком мы с пешимся ходим, то до административного нарушения выявляем достаточно честно. В основном распитие пива или сильноградусных алкогольных напитков. Чтобы быть хорошим полицейским, нужно иметь целый ряд профессиональных качеств. Но, наверное, самое важное – быть внимательным, отмечают офицеры. Тут и должна быть крепкая нейросистема, и в то же время быть чувствительным с тем людям, которые действительно к тебе вращаются. Не пропускать их проблемы, пропускать эти проблемы через себя. Как командир взвода Дмитрий проверяет несение службы на постах. На автовокзале круглосуточно дежурят наряды. Есть и служебная собака. Проверяет оставленные сумки на предмет наличия взрывчатки. На данный момент задержаны четверо граждан за административное правонарушение. Преступление не допущено. Какие-то чрезвычайные происшествия и чрезвычайные ситуации. То есть за время вашей несения службы, вот уже посередине 10 часов, на вокзале достаточно спокойно? Да. Если вся страна с нетерпением ждет выходных, то полицейские наоборот. Для них авральная работа начинается с наступлением пятницы. Граждане больше себе позволяют. Буянят, пьют, нарушают. Чаще всего вызовы происходят на семейные скандалы, когда в состоянии алкогольного опьянения муж там устраивает так называемые разборки с женой. Соответственно вызывают на них, принимаем заявление, принимаем объяснение и доставляем хулиганьшего мужа в отдел полиции для разбирательства. Часть вечернего рейда – пеший обход территории. Лучшие информаторы – тетушки и дядюшки на лавочках. Всегда все знают. А не подскажете, вот у вас здесь распитие какое-то происходит, хулиганы какие-то? Кто мешает спать вам? Может быть, нет? Все тихо, спокойно? Все тихо. Все более-менее. То есть, как бы и в подъездах вас никто, никакие, ни наркоманы, никого, ничто абсолютно вам не мешает? Детишки или он, да, тут это… Ну, пошумят, да? Этим женщинам покоя не дают алкоголики, которые облюбовали лавочку по соседству. Задача сотрудника ППС – информацию уточнить и по возможности нарушителей спокойствия привлечь к порядку. А кто? А социальный элемент? Подростки, молодые люди, взрослые, да? Которые ведут антиобщественный образ жизни, да? Да, примерно так. С собаками между прочим. А, с собаками, да? Они могут быть собаками. Приходится выслушать людей, стараться успокоить, действительно, когда, может быть, и проблем, как таковых, ну, по сути, глобальных, больших нет. Вот бабушка особенно, которая одинокая, которой не с кем поговорить, соответственно, да, нужно их выслушать. Тут такая же роль, как, по сути, психолога, им становится полегче. Часть вызовов оказываются ложными. Сотрудники ППС к этому привыкли. Чрезмерной бдительности, говорят, не бывает. Игнорировать ни одно сообщение они не могут. Но, несмотря на все усилия правоохранителей, отношение граждан к ним настороженное, недоверчивое. И это создает дополнительные неудобства в и так нелегкой службе. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.